Сегодня пришло время подробно рассказать о смартфоне Oukitel K3. Если вы не знаете, как найти мой второй канал, ссылка в описании. А вот здесь будет ссылка на распаковку и первое знакомство с данным аппаратом, которое произошло около двух недель назад и собрало уже более 50 тысяч просмотров. Как вы это пропустили, срочно подписывайтесь. Помимо самого смартфона, в комплекте были действительно быстрое зарядное устройство, скрепка для извлечения лотка SIM-карт, переходник microUSB OTG. OTG-переходник microUSB на USB. Обязательно пользуйтесь именно комплектным, потому что здесь длинный штекер. Вот этот удлиненный штекер – это главная особенность, не очень приятная этого в целом неплохого устройства. Если вы будете использовать неродной кабель, неродной вот этот вот microUSB разъем, то могут быть проблемы с зарядом. Обязательно используйте родной или вот такой вот удлиненный. Китайская гарантийка. Многоязычный Quick Start. Запасная дополнительная пленка. Одна уже наклеена. И она очень хорошего качества. А также вот такой вот soft-touch кейс. Также очень хорошего качества. Брендированный. По комплектации разобрались. Все очень хорошо. Особенностью данного устройства – не пугайтесь. Видимо, конструктивно не продумали вот этот вот момент. И, видимо, какой-то шлейф и так далее проходит. Я думаю, вам видно, что здесь есть небольшое вот такое вот как будто бы неровная поверхность задняя. Как бы на эргономике, на использовании это никак не сказывается. Это говорит о том, что по сборке не продуман элемент этот. Возможно, в будущих партиях это все поправят. У меня, я напоминаю, смартфон приехал от производителя. Верхняя планка, она с рисунком. Довольно трудно будет его, наверное, показать на камеру при таком освещении. Сверху находится разъем под 3,5-мм гарнитуру. Штекер стандартный. Распиновка стандартная. С прослушиванием музыки через обычные наушники проблем не было. Снизу один динамик, второй для симметрии. Микро-USB разъем. Опять же, очень глубоко находится этот разъем. Поэтому нужно пользоваться удлиненными штекерами. Основной микрофон. Справа находятся клавиши питания, включения и выключения, регулировки громкости, а также лоток под сим-карты. Обратите внимание на элементы украшательства. Это все выкручивается. Слева ничего нет. Сзади находится сдвоенная основная и дополнительная камера, а также довольно яркая вспышка. В целом, должен признать, что смартфон выглядит очень симпатично. Спереди, как вы видите, тоже сдвоенная камера основная, фронтальная, для размытия и получения размытого фона, так называемого боке. Имеется также индикатор событий отсутствует. Вместо него здесь установили фронтальную вспышку. Иногда кажется, что здесь что-то красное горит. В общем, ребят, этот датчик приближения срабатывает. Не обращайте внимания. Фронтальную вспышку можно сделать своеобразным индикатором событий. Как? Ссылки в описании. В нижней части находится прокрашенная кнопка сенсорная назад, меню и механическая кнопка домой, в которую встроен сканер отпечатков пальцев многофункциональный. По поводу работы данного сканера, не нужно нажимать, достаточно просто приложить палец. Как видите, скорость срабатывания не очень быстрая, но довольно точная. Субтитры создавал DimaTorzok Звук достаточно громкий. Из внешнего динамика для меня не очень громкий, но в целом приемлемо. Разговорный динамик отрабатывает очень хорошо. Слышимость в обе стороны и вам, собеседника, и собеседника. Собеседнику вас на хорошем уровне. К сожалению, здесь есть проблема с приложением телефон. Вот видите, оно вылетает при синхронизации с вашими контактами, если ваши контакты записаны неправильно. У меня они однозначно еще с этих телефонов обычных, созвонилок, перенесены с сим-карты, и поэтому, возможно, там есть какие-то проблемы. Чтобы решить эту проблему, ребят, нужно либо перезаписать свои контакты, либо набрать в Play Market, в поисковике, телефон, и вот такое вот, например, приложение установить, использовать, так сказать, стороннее приложение телефон, и никаких проблем не будет. Просто немножко подождите, скоро выйдет обновление, и вот эту вот проблему пофиксят. Почему пофиксят? Потому что на всех новинках у Китель эту проблему уже пофиксили. Версия программного обеспечения на дату записи этого обзора, как видите, о 7 сентября 2017 года. Некоторые аппараты уже приходят с более высокой версией. По поводу различных смарт-жестов, здесь имеются вот такие вот жесты, то есть наэкранные жесты и разблокировка экрана смартфона двойным тапом по нему. Также есть возможность снятия скриншота тремя пальцами по экрану. Если вы включаете эту функцию, мультитач-тестер будет показывать, что у вас всего три точки касания. Если вы отключаете, будет показывать пять. Если хотите заморачиваться с этими смарт-жестами, громкость вниз, клавишу питания, держим и получаем скриншот. Теперь я вам покажу немножко магии седьмого андроида. Смотрите, вот вы открыли, и видите, здесь появляется надпись «Перетащитесь сюда, чтобы разделить экраны». Держите, отпускаете, и вот здесь у вас получается YouTube, вот здесь, например, что-то другое можете запустить. И так далее. Думаю, алгоритм действий вам понятен. Чтобы выйти из этого режима, достаточно просто сдвинуть шторку вниз. Одна из не очень приятных особенностей чистого андроида, который вас встретит при первой активации вашего устройства после покупки, в нем отсутствует приложение «Галерея». Придется вам его скачать. Здесь имеется приложение для просмотра фото и видео, но это приложение от Google. Называется оно «Гугл фото». И выглядит оно вот так. Но, опять же, это не проблема. Можно скачать стороннее из плей-маркета. Продолжая разговор о телефонной части, радиомодуль данного устройства поддерживает работу с 3G WCMA на частоте 850 к 2000 частота и 4G на самых распространенных частотах в России, в Казахстане и во многих странах СНГ. Бен 1, 3, 7, 8 и 20. Ребят, совсем не важно, в какой именно слот расположена и установлена сим-карта, на которой у вас, например, 4G или мобильный интернет. Из настроек можно переключать, если первый слот 4G, второй слот 2G. Если вы переключаете для мобильных данных, вот как у меня слот номер 2, то второй слот будет поддерживать 4G, а первый, соответственно, 2G. В смартфоне расположен Full HD экран, очень хорошего качества, с хорошими углами обзора, с очень хорошей цветовой температурой. Ни желтит, ни синит. Мультитач на 5 точек касаний. Смартфон работает с процессором Mediatek MT6750T турбированная версия, видеоускоритель Mali-T860. Вот такие вот данные по системе, по памяти, 64-битная система, 8 ядер, 1500 МГц, максимальная частота ядер данного процессора. 40 115 баллов в Antutu Benchmark. Epic Citadel на ультравысоких настройках FPS 26.5, на высоких настройках качества 43.9. Все, даже самые тяжелые и требовательные игры, данный смартфон, железо данного смартфона потянет, но только не на максимальных настройках качества. Нужно будет немножечко поиграть с настройками, и можно будет, так сказать, играть в игры без проблем. Должен признаться, что и не очень он и греется, этот смартфон. Видимо, вопрос те с теплоотводами решен в хорошую, так сказать, в правильную сторону. В этом плане меня это порадовало. Не сильно греется аппарат. В смартфоне имеется большое количество встроенных датчиков. Имеется датчик ориентации. Имеется гироскоп. Также есть магнитный датчик. Датчик приближения, который срабатывает на расстоянии, ну, здесь указано 10 см, я думаю, на расстоянии где-то 5 см, он срабатывает и довольно корректно. Чувствительный датчик освещенности. Не рекомендую все-таки пользоваться адаптивной регулировкой яркости. На черном фоне вы видите, да, как классно выглядит экран. То есть, это ОГС без воздушной прослойки. Черный цвет сливается просто с черной панелью. Списываю на недостаточную оптимизацию ПО. Не очень хорошие показатели в Android Bench. Скорость записи и чтения. Вот такие вот результаты. Работа Wi-Fi модуля в целом меня порадовала. Единственное, что меня не порадовало, при сопряжении с различными носимыми устройствами и постоянно работающим Bluetooth были проблемы с Wi-Fi соединением. Обязательно, если у вас такой аппарат, проверьте. Может быть проблема моего аппарата. Может программно что-то недоработано. Но вот такая вот проблема есть. Это очень легко заметить. Если вы подключаете Bluetooth, Bluetooth работает. Здесь вот где значок работы Wi-Fi, появляется восклицательный знак. Он то появляется, то пропадает. Были какие-то перебои в работе Wi-Fi при подключенном Bluetooth соединении. При этом 4G работало отменно. Замер скорости работы точки Wi-Fi интернета через Wi-Fi соединения и 4G от моего оператора. По работе GPS нареканий нет. И данный чипсет поддерживает работу не только GPS, но и с GLONASS. По поводу автономности, времени автономной работы, емкости аккумуляторной, батареи. Емкость соответствует заявленным характеристикам. По поводу времени автономной работы, около 10 часов работы в моем стресс-тесте, непрерывный проигрыш видеоролика на YouTube при включенном модуле Wi-Fi. SIM-карты установлены, как вы видите. В таком режиме смартфон проработал более 9 часов. 9 часов 18 минут, если быть точным. И, как видите, график разряда очень плавный, ровный, без обрывов и различных скачков. Если говорить о моем режиме использования, то в моем режиме использования, активном довольно, без игр, но с постоянной работой в социальных сетях, YouTube и так далее, и так далее, на 2 дня активной работы, активного использования этого смартфона мне хватало. И это очень хороший результат. Родное зарядное устройство, оно действительно быстрое. За 1 час смартфон заряжается на 63%. За 2 часа на 100%. Но я советую вам все-таки немножко дольше держать. 2,5 часа и действительно будет заряжен на 100%. Потому что, мне кажется, все-таки индикация заряда не совсем корректно отображается. Если вы непременно с помощью своего USB-тестера хотите установить реальную емкость вашего смартфона, не используйте зарядное устройство, стандартное, комплектное, потому что некорректно будут отображаться данные. Для того, чтобы замеры произвести корректно, я использовал 1 А проверенное зарядное устройство и вот такая вот емкость аккумуляторной батареи 5949, что, в принципе, я думаю, соответствует 6000 заявленным производителям. Но заряжался смартфон почти 10 часов 1 А зарядным устройством. Почувствуйте разницу. Еще одна не очень приятная особенность для неподготовленных людей во время заряда вот через такое быстрое зарядное устройство довольно сильно оно разогревается, также довольно сильно разогревается аппарат. Но, я думаю, производитель этот момент учел и ничего страшного в этом нет. Ничего, я думаю, не сгорит. Ну, по крайней мере, у меня за 2 недели никаких проблем не было. Кстати, легко определять, зарядился ли ваш смартфон или нет. Не нужно ничего нажимать, здесь же нет индикатора событий. Просто потрогайте зарядное устройство, и если оно уже холодное, значит смартфон уже зарядился. Из приятных моментов, двухполосный Wi-Fi поддерживается, то есть на частоте 5 ГГц Wi-Fi поддерживается данным устройством. В который раз убеждаюсь, ребят, неважно, какие сенсоры установлены на вашем смартфоне, китайфоне. Здесь установлены сенсоры от Samsung, но это абсолютно не имеет решающего значения, потому что программно все равно все китайфоны одни и те же болячки, по той простой причине, что софт у них стандартный. Вне зависимости, какой сенсор, просто данным производителям это очень дорого и практически невозможно на данном этапе программно дорабатывать софт для работы с самыми даже лучшими, может быть, сенсорами и не с лучшими. То есть в этом вся проблема многих китайфонов. Но в целом снимки получаются, на мой взгляд, довольно неплохие. Видео тоже пишется в формате Full HD. Примеры снимков у вас на экране. Примеры снимков у вас на экране. Примеры снимков у вас на экране. Субтитры подогнал «Симон» О настройках камеры Здесь все очень подробно, популярно на русском языке Вот такие вот режимы СЛР – это тот самый режим размытия Но это все дело программное Особых каких-то преференций он вам не даст Красота лица, размытие и так далее Сглаживание кожи, интересный режим Непрерывная работа вспышки для съемки видео Полезная функция Вспышка на моем экземпляре работает правильно Я думаю, вы это видели по примерам снимков Кроме того, корректно работает и фронтальная вспышка Подведем итоги нашего знакомства Двухнедельного Socketel K3 Очень интересный аппарат Мне понравились два момента То, что нужно будет постоянно пользоваться родным штекером Нельзя подключить на какое-то чужое Потому что просто тупо не будет заряжаться Не будет доставать штекер до самого USB разъема Не будет поступать питание Поэтому, если пользуетесь сторонними Проверяйте, этот момент заряжается ли ваш аппарат В смартфоне нет индикатора событий Но можно настроить фронтальную вспышку Как индикатор событий При работающем Bluetooth соединении Наблюдаются проблемы с Wi-Fi соединением Но, возможно, это проблема только моего аппарата Или криво написанной вот этой вот программы Для синхронизации с китайскими смарт-часами Такая красивая задняя глянцевая крышка К сожалению, очень быстро царапается Имейте в виду, используете комплектный чехол То, что выпирает вот эта вот задняя часть Я думаю, это, возможно, проблема первых партий Ну, собственно говоря, на эту проблему обращаешь внимание Первые два дня потом одеваете чехол И проблема не существует Смартфон довольно тяжелый Но за счет вот таких вот округлых краев Держать в руках его удобно Нижняя часть также удобна Вот так вот, если вы в таком режиме держите Он не кажется громоздким Страшным каким-то Это K-серия Смартфоны-долгожители Но это немножко и бизнес-решение Как вы видите, внешний вид у него С такой претензией на какую-то премиальность В целом, смартфон за свои деньги неплохой Время автономной работы, которое нам обещали Оно здесь имеется О плюсах и минусах я вам рассказал Что дальше делать, решайте сами Ссылки в описании Не забудьте подписаться на наш второй канал Всем спасибо за просмотр Удачи, ребят!